Поступило обращение. Мы не знаем автора обращения, но исходя из самой ситуации, мы сделали вывод, что да, необходимо нам выйти и донести эту информацию непосредственно от нас, потому что есть опасения, что эта информация будет сложена и неправильно выведена до вас в администрации Центра. Значит, перед тем, как приступить к более подробным вопросам, я хотела бы рассказать следующее, что на территории Московской области по поручению губернатора у нас предпринимательного комплекса. Ну, наверное, вы все спрашивали, по аналогии в Москве такие обязательные комплексы, которые существуют давно. Приключите, пожалуйста, в следующем году. Извините, а давно или сколько? В месяц, в месяц, в месяц, в месяц. Да, больше 10 лет в Москве. Значит, на территории Московской области оптимизация сети... На территории Московской области оптимизация сети тоже началась не первый год. Вот здесь вы видите, с 2014 года эта статистика. 194 образовательных комплекса уже созданы до 2019 года, в том числе на территории города Королев. Что это имеется в виду? Это говорит о том, что все детские сады, которые были построены за последние 6 лет, муниципальные учреждения, они не созданы отдельными юридическими лицами, и те здания прикреплены к действующим детским садам, либо вторыми, либо третьими зданиями. Кроме того, у нас оптимизировано жилоперный центр домообразования «Браво». Да, да, мы присоединили к центру ЦРТЛИЮ, присоединили школу «Браво». Я об этом говорю? Да, организация в том, что присоединение, присоединение руководителей. Поэтому мы вошли в садочку с 194. Этап оптимизации сети и создания образовательных комплексов на территории Московской области обладает создание 636 образовательных комплексов. На первые, на 5 февраля этого года на территории нашего города уже 7 комплексов создано. Мы объединили и школы, и детские сады. Сейчас расскажу. Значит, есть несколько моделей создания комплексов. Как по горизонтали, это объединение детских садов с детскими садами, школа со школами, так и по вертикали. То есть детские сады могут присоединяться к школам, как первая ступень обучения. Школы, которые у нас вошли в гранты, входит... Школы, которые у нас вошли в образовательные комплексы, могут получить гранты на переводы при условиях, среди неких условий. То есть фонд оплаты труда должен обязательно соответствовать данной пропорции. 75% должны идти из фонда оплаты на технических работ, 25% на оплату административных персоналов. Но, естественно, есть экономические показатели. Еще раз обращаю внимание, касается не двух центров дуга образования, это касается в целом взаимных комплексов. И ту эффективность, которую министерство образования предполагает увидеть, она наверняка будет. Конечно, это экономические показатели, это и рост зарплаты учителей, и рост доли поступления на внебюджетный источник финансов за счет оказания платы по образованию по услугам, сокращение административного персонала. А также образовательные результаты, естественно, это повышение качества знаний не менее чем на 5% и динамика успешности наших выпускников в группе аттестации, внешняя оценка, как денег в каждой неделе. Следующий, переключусь, пожалуйста. Это, в принципе, те же самые эффекты, про которые я сейчас сказала. В некоторых школах, в московской области, я сейчас говорю, в целом, по системам, чтобы вы понимали, позволят отказаться от внешнего совместительства. То есть, ну, например, для школы, которая стоит рядом, нет возможности, к каким-то причинам педагог, например, не приходит или нет у учителя хорошего химия, есть возможность отказаться от внешнего совместительства, учителя, который работает в школе, который прикрепляет данную школу, может вести уроки и как в том здании, так и в другом здании. То есть тут штатное расписание, руководительное учреждение позволяет грамотно расставить педагогические кадры. Это будет следующее. Ну и обобщение комплексов, которые уже созданы на территории Московской области, уже показали их эффективность. Мы не входили в тот пилотный проект, мы только сейчас начали данные направления деятельности. То есть это, конечно, личная успешность. У каждого ребенка это профильное и предпрофильное образование, это сильные педагоги, которые могут проводить уроки по темам для всех учащихся. Это специализация учителей, увеличение доли школы в дополнительном образовании. Ну и, естественно, некоторые школы Московской области это реально работает, переход в обучение в односледование. Там, где школа, школа, в тресне. Это появление второго здания. Сюда у нас. Да. Так вот, значит, мы провели совещание руководителей, сказали данную презентацию, пояснили, каким образом дальше действуют по дорожной карте, какие учреждения с какими у нас сливаются. А кто принимает решение о сливании этого и его учреждения? Учредители принимают решение. То есть это коллегиальная? Можно, я вам позвольте мне. Я вам скажу вопрос, просто сейчас похоже. То есть это вы принимаете решение, кому с кем сливать? А это правильно принимаете? Учредители принимают решение, да, в том числе и вводные. А на основе анализа деятельности учреждений, естественно. То есть у нас... А кто будет потом тогда взять, да, вот эти вот давали за все? Да, мы предоставим всю необходимую информацию. Значит, слабые школы присоединяются к более сильным школам. Идет слабые? А где присоединяются? Позволите? Нет. Это идет плохой вопрос. Это я сейчас заслужу, можете задать, потом все слабые. Вы извините, пожалуйста, уважаемые коллеги, пожалуйста. Давайте мы все-таки корректно друг другу. Позвольте закончить. И потом, наверное, когда и вы выступаете, не совсем корректно перебивать. Дайте возможность... Я разрешила бумаги, девушка, вы теперь дадите. Пожалуйста. Давайте только не нервничайте, потому что вы только хуже делаете. Я могу еще, я конечно. Ну вы что? Вы только все все сделаете. Дайте, пожалуйста, сказать, давайте вопрос. Пожалуйста. Ну, сейчас закончим, а вы тут отвечаете. Я прошу прощения. Перебивать-ка. Ничего страшного. Нет, товарищи, не перебивайте, пожалуйста. Ну, имейте совесть. У нас просто свои душе мероприятие. Да, мы приемли сюда, потому что появилась... Ну, я сейчас завершу мысль. Значит, отвечая на ваш вопрос. Да, естественно, для того, чтобы принять решение, какая школа присоединяется в какой, какой детский сад присоединяется в какой. Ну, и, естественно, все это было сделано на основе анализа эффективности деятельности данной государственной организации. Сегодня мы уже встречались с педагогами нашего центра и все это подробно рассказывали нам. Значит, дальше поступило обращение, которое нас очень удивило, в котором было написано, что призыв, дюйд закрывают, всех педагогов выгоняют на улицу, всех детей выгоняют на улицу. Ну, не перебивайте. Пусть доклад сделает, а потом задавайте вопросы. Держим, будьте хоть немного. Неприличный вопрос. Просто это мое обращение, и я так не писала. Анна, ваше обращение не очень приятно, просто мне было подписано. Нам надо до нас не заявили автора данного обращения. Да, но у нас же ситуация, естественно, не наехала. Может, вы тогда представите, что мы понимали? Да, меня зовут Ажамужина Лера Валерьевна. Здравствуйте. Коллеги, родители, я обожаю. Как пойдут и буду стоять на его защите, пока только смогу. Со всем своим молоком и детей. Итак, уважаемые родители, для того, чтобы не было неправильно донесено до вас информации, при слиянии образовательных организаций, соединении штатного расписания, данная оптимизация никаким образом не касается ни педагогов, ни детей, ни кружков, ни направления деятельности. Будет некое сокращение административного персонала, и, в принципе, она и понаправлена, и будет дублирующих функций. Ну, приведу пример. Вот при соединении школ номер 16 и гимназии номер 17, которые уже прошли эту оптимизацию, при составлении штатного расписания, естественно, не может быть двух замуж по безопасности, то есть у директора есть заместитель по конкретному направлению. Есть один заместитель по безопасности, который курирует и то, и другое здание. Есть один зам по воспитателям работе, который работает и в том, и в другом здании. И есть, ну, скажем так, определенный качественный ставок заучи, но у которого пришлось пересмотреть функциональные обязанности, потому что были дублирующие. Ну, то есть будет один заместитель в директор по начальной школе и так далее. То есть при слиянии педагогов, кружков или классов, или групп детских садов, это никаким образом не касается. Это только оптимизация фактически административного персонала. Поэтому никакие кружки в вашем учреждении закрываться не будут, никакие педагоги у больниц не будут, чтобы у вас не было каких-то опасений, тревог по этому вопросу. Почему мы хотели увидеть именно родителей кружков судомоделирования, авиамоделирования? Потому что, скажем так, эти кружки, и в том числе кружки технической направленности, скажем, примерно, коллеги поправятся, не будут правы, примерно 30% от всех кружков, которые здесь стерилизуются. Поэтому это достаточно уникальные кружки, и мы хотели успокоить родителей, что, естественно, судомоделирование и авиамоделирование просто нет альтернативы в других центрах доп. образования. Естественно, кружки будут поддерживаться в дальнейшем. И мы сегодня разговаривали с педагогами и говорили о том, что мы, наоборот, заинтересованы, чтобы... Увеличение охвата. Да, данными кружками охват детьми увеличивался, и люди, в принципе, готовы оказывать поддержку. Но, к сожалению, сами понимаете, все зависит от человеческого фактора. Вот есть конкретный руководитель кружка, есть кружок. К сожалению, нет молодежи, которая училась бы сейчас у данного педагога, и в случае, если вдруг педагог уходит, мы могли прийти и на смену. Ну, это вот краткая информация. Не хотелось бы, чтобы вы это узнавали из каких-то источников, поэтому пришли к вам для того, чтобы эту информацию сказать вам лично. Если сейчас есть какие-то вопросы, то я вижу... Можно представьтесь, потому что она уже фиксирует. У меня есть Екатерина Марвинкина, у меня ребенок в кружок начального модерирования. Екатерина Марвинкина. Вот у меня вопрос. Если ДЮД присоединяется к орбите, и, как вы говорите, что это идет сокращение управленческих кадров, то кто останется директором ДЮДом? То есть сможет ли директор орбиты, не вникая в технические особенности управления ДЮДом, так же управлять... Мы сегодня отвечали на этот вопрос. Вашим педагогам такой же вопрос был. То есть, скажем, если директор школы является учителем английского языка, это не значит, что он не может директором школы. Он может не знать, предположим, физику так досконально и хорошо, как ее знает учитель физики, но владеть общей методикой. Самое главное быть, современным менеджером управления в системе образования, это основное. Мне казалось, вопрос был более конкретный. Простите, ну, и включительно, несколько, что это эти кружки и большая метрость. И, наверное, какая-то есть специфика управления именем? Да, просит. Для того, как появится такие... В управлении, в специфике, поверьте, нет никакого. Извините, пожалуйста, но вот по опыту и объединения и вся эта оптимизация ничего хорошего никому не принесла. Ни в образовании, ни в здравоохранении, сокращение директора и нескольких человек администрации в Доме юного техника никаким образом на уровень образования не может повлиять. Это несколько человек, вы так представляете, все общими словами, вот этот эффективный менеджмент, дорожная карта, вся эта оптимизация уже всем очень хорошо известна. Объединение все это. Ну, какие у вас есть специфики? Ну, приведите. Какие-то меры. Хорошо, я работаю врачом в Москве, в больнице, которую оптимизировали. В уникальнейшей больнице. От этого снаселья уже работают врачи? Естественно. Врачи-то и не были врачи. Конечно, эти отделения были закрыты, врачи вынуждены были вообще уйти, кто-то вообще ушел. Вы говорите, что у Геннадия Федоровича нету преемников, и они появятся от того, что Доме юного техника перестанут существовать. Я сказала, что, к сожалению, их нет. Вот именно. Ну, а как может слияние? Нет, пока нет. Ну, вообще, вот вся оптимизация, действительно, ведь это трагичный умник в образовании, слияние школ от того, что другой пример. Хорошо, давайте образование. Соединилась две школы, и Забыч теперь должен и там, и там. Он не может и там, и там. Это только страдает. Это другой пример. Нет, давайте мы посмотрим на результативность, когда пройдет время, и я вас управляю, что эффективность это будет. Вы знаете, еще покажи, что это уже никто не идет. Вы вынуждены на своем месте действовать. Вам дали такое задание, оптимизировать. И всем, вот вы опыт Москвы привели, но в Москве эти школы по 5, по 10 штук уже объединили, и этот опыт уже известен. Он что, отрицательный? Конечно, конечно, безусловно. Мы находимся в уникальном городе. Нет, подождите, нет, давайте вы говорите тоже общими словами. Вы сказали, что есть отрицательный опыт. Я могу сказать, что отрицательный опыт. Подождите. Давайте наш город, давайте 19 лицей, вспомни. Давайте 19 лицей. Наш местный свежий опыт оптимизации. Нет, конечно же. Давайте подождите по очереди. Ну, а вы когда-то нет. Вот я вам предождите. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы приняли в организацию сети того медицинского учреждения, в котором мы работаем. При этом в этом учреждении, вы это сказали сейчас слово, были закрыты некоторые отделения, и врачам пришлось уйти. Отделения в больнице закрыты. Это не наш опыт. Я вам еще раз говорю. А что под 19 лицей, давайте к нему вернемся. Школа привели бы эти здания, которые люди купили, чтобы их дети ходили в школу. Это отдельный поселок, и эта школа принадлежала людям, купившим там квартиры. Где? Школа не принадлежала, но лицей был преобразован в обычную общеобразовательную школу. Но сейчас не об этом. Знаете, мы здесь все временно. Вот деревья растут, а мы все тут временщики, по большому счету. Вы, как чиновники, тоже временно. Вот эта думанная техника, это нечто такое вот константа, которая существовала до нас, и будет существовать после, если вы сейчас сможете принять решение. Вы же идете просто вот, вот здесь на какой-то лабилете, вам дали же задание, и вы, как раз в городе, уничтожаете все. ...направленности и художественной. Вот эта цитата замминистра образования, как Любиной, который сказал, что учреждение технической направленности, в данном случае Дом юмор-техника Королева, не может быть слиянием, простите, мой французский, с учреждением художественной творческой направленности. Это цитата. Я могу сказать, что вы против, да? А я могу вопрос задать в тему как раз-таки? Нет, вы же Дима есть на мысле? Ну, конечно, позвоню, скажу. Да, конференция писалась, я попрошу достать записи. Можно вопрос? А почему, допустим, орбита не может соединиться с подобным, например, с гармонией? Почему мы трогаем детско-техническое творчество? Соединяйте. Вам оптимизировать надо, оптимизируйте другие. То есть они вместе понесли, пляши. И другие тоже с тем не зимы. Ну пусть их оптимизируют. А по поводу лицея номер 19, я вам хочу сказать, несмотря на то, что лицея номер 19 переехал в новое здание, здание стало больше. Они могут добраться. С классов стало больше. Педагоги стали уходить, потому что это не те дети, которые готовили к 19-му лицею. Это общие дети. Не выгнали на чужую школу. Верва Валерьевна, позвольте мне про 19-й лицей. Вы все прекрасно знаете, что лицей номер 19 создавался в двух приспоколенных зданиях. Здание детского сада. Зачем вы выгнали лицей? Мы не выгнали лицей. А вы были в каких условиях они там занимались? Прекрасно. 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 На все дети получились. Прекрасно не сложно. Прекрасно выгнали в наших детей образование. Вы лечили в наших детей образование. Верва Валерьевна. Вы были в самих лучших. А я не говорила, вам... Я не могу сказать, потому что такого коллектива нет. Вы его оптимизировали. Нет. Со школы вместе с детьми. Это все. Все дети тоже разговаривали. Вы не имеете право приводить детей, если нет транспортной доступности. Вы, родители, сегодня тема встречи не 19-й лицей. Нет. Вы просили пример привести. А что я не знаю, какой пример. И при этом, я вам хочу сказать, несмотря на то, что лицей переехал новое здание и взял на обучение детей все микроайоны то, что соответствует... Вернее, они даже то, что соответствуют, они обязаны их сделать. Это смешно. Они обязаны принимать... Нет, ну теперь образовательная школа была для валензиновцев, для людей, купивших там квартиры. Они бы не купили, зная, что это математическая школа. Какая математическая, все оттуда побежали. Вы убили школу. Жалко, что с нами нет Людмила Ивановна Шарина. Я думаю, что... А давайте позвоним, я не включу. Это никакой связи. Это не вопрос, просто вы сейчас обожаете... Сегодня встреча совершенно на другую тему. Если вы хотите организовать встречу на Валентиновский парк... Да, гармонию с орбитой объединяем. Вы знаете, а нас оставьте в покое. Вот это вы сейчас успокаиваете, не будет залучей, директоров. Николай, один будет человек где-то бегать, потому что здание будет укрепляет. Ну как вы не будете, у нас две школы, как вы это представляете? Сократите аппарат управленческий в вашем департаменте образования. Почему надо сокращать людей, которые и так пашут в несколько годах? Почему вы считаете, что в комитете образования работают в студии отчаяния, в школе это много, почему залуч должен быть один на две школы? Успокойтесь, пожалуйста, я с вас выражаю... Успокойтесь, Ольга Анатольевна, скажите, сколько лет я работаю в системе образования? Я... Сушилина, Наталья Васильевна, очень приятно. Мне неприятен сам тон, которым мы позволим вот сейчас разговаривать. Скажите, Ольга Анатольевна, в комитете образования работают в унияксе, но ведь эти образования работают в унияксе. Вы говорите, что у завучей надо из школы не можем. У завучей самого слова не было. Но это не так. У завучей отдельно может спрятаться в школу. У вас не будет. Мы не будем, а мы не спрятались только в унияксе. Мы не спрятались только в унияксе. Мы не спрятались специально для образования. Уважаемые родители, та информация, которую мы планируем для вас завести в унияксе. Я сейчас попрошу Ольгу Анатольевну те вопросы, которые родители... Я его звула. Кто вас оставил? Скажите, пожалуйста, человек. Нет, он помнит, что соберите и докажите. Я прошу. Меня ответно слушали, но расскажите. Кто сказал, что вы сказали? Пожалуйста. Но вы же нам не ответили на вопрос. Значит, наверное, у вас недостаточно компетентный ответ. Нет. Мне вопрос. Очень странное поведение для руководителя. Очень странное поведение для руководителя. И лучше родить, захомить у Ольга Анатолий прекрасно. Что? Вы действительно, что первый раз родители имеете дело. Вы не можете... Мы с вашими родителями уже не первая встреча. Встречи уже были и по сертификатам, по ПФТО. Но эта встреча была разная. Ольга Анатолий, у меня ваша позиция сейчас очень странная. Она молчит. Она очень основная духом оппозиции родителей, которые ее защищают, в отличие от вас. Она гордость и города. Есть позиция. Она единственная, пожалуй, из всех. Это учреждение, не в час. Делает что-то для города, детей, родителей и педагогов. В отличие от вас. Вы знаете, а мы сегодня... Хотя грамоты наших детей подписаны в вашей фамилии. Но вы на них, извините. Спасибо, что даете сказать слово. Мы сегодня на встрече с педагогами, знаете, выяснили одну очень интересную вещь. Что, оказывается, педагоги какого уникального центра не знают, что, например, в других школах или в других центрах дети в рамках технической направленности достигают невероятных успехов, и я вам не об этом тоже сказала. К сожалению, не ваши дети сейчас находятся в центре Сириус, не ваши дети находятся во Владивостоке и в Нальчике и представляют науку играть королев на таком высоком уровне. Я еще раз говорю, о том, в высоком уровне. Как преподаватель, я не люблю название педагог, не люблю. Как преподаватель. У которого сын, например, был и в Сириусе, и в этом как-то проектории, и все такое, и жал руку к Куркину. Так вот он сказал, мои ноги больше там не будет. И в Сириусе, и в проектории. Потому что это ерунда. Но я не скажу, как он сказал в свои 14 тогда. Это первое. Второе. Вы просили пример отрицательного влияния комплекса. Я в свое время преподавал в Москве. Там слили тоже три школы, три садика, еще там и что-то такое. Результатом было, что по крайней мере шесть педагогов, преподавателей, разных предметников от они не могли просто их заставили за те же деньги. Мы уже переходим к экономической эффективности вашей. За те же деньги работать на четыре класса вместо двух. Вы только что тоже сказали, что это позволит избавиться от совместительства. В некоторых школах, да. В некоторых школах. А у нас как? У вас нет. Мы этого тоже обсуждаем. Уверены? Да, уверены? Вы под этим подпишитесь? Подпишемся. Подпишитесь. Сейчас напишите мне с подписью. Нет, нам же составят вашу. Я совместитель. Здесь единственный в городе радиокружок. Единственный. И тут уже вы мне не скажете, что где-то есть какие-то лучшие достижения. Я с этого начала. С чего? В вашем центре. Благодаря внешним совместителям, а их пять, существуют уникальные кружки, и мы их будем поддерживать. Я сказала, что им не есть стильность, о которой я говорила, и возможный отказ от внешних совместителей, это касается не вашего центра, это касается некоторых школ, некоторых детских садов. А при чем тут вообще школы и детские сады, если мы совсем другое? Мы дополнительное образование. Мы говорим. Это вообще другое. Нас нельзя ни с кем сливать. Почему же? А что же он сказал, что не можно? Ну зачем не надо? Что можно? Вы специалист в технике. Ольга Анатольевна. Вы специалист в технике. Не перебивайте, пожалуйста. Вы не ответили на мои вопросы. А почему я должна быть специалистом в технике? Можно мне задать? А тогда вы только будете способны понять, можно нас слить с художниками или нельзя. Я вам еще раз говорю, что управление в сфере образования не предполагает то, о чем вы говорите. Может быть очень эффективным менеджером и развивать разные направления, как технически, так и творчески. А достаточно высокий. Нет же, мы уже нахлебались. Все эти годы. Мы уже все прекрасно понимали. Уважаемые родители, вы извините, просто подожди. Образование тоже еще, бабка на двое сказала, у вас их сколько? Начнем с этого. Образование? Да. У меня четыре выше. Мы с вами прямо почти коллеги. У меня тоже четыре выше. И человек хочет детей, а вы не можете детям помочь. Я нахожусь. Включая два технических, экономическое и педагогическое. А я вам еще раз говорю, при создании образовательного комплекса, путем присоединения дома юных техников к орбите, я вам еще раз сказала, были основания для принятия технических. Какие? Мы доведем на ваши сведения. Ну доведите, сейчас доведите. Если они уже уже доведите, сейчас. Это техника, потому что он не вписывается в ваш современный эффективный менеджмент. Я вам еще раз говорю. Он существовал задолго до вас. И не вам его уничтожать. Он уничтожал Королев вместе с ЦУПом. Если знаете, что такое ЦУП? Вы даже не зашли. А зачем его уничтожать? Почему именно его? Что это место такое, дом жилой тут построить? Хорошо, скажите, пожалуйста, какие наши следующие действия, чтобы вы нас оставили в покое? Нам обратиться к губернатору, к президенту. Какие вот наши следующие шаги? Мы будем обращаться. Я хочу услышать, какие вы видите, кроме того, что изменится название. Для вашей семьи больше ничего не меняется. Нет, нет. Нет, нет, нет. Я не верю. Я уже в трех местах я стал просто верю, что говорят одно, делают другое. Вы же сейчас не что-то вы пытаетесь забрать здание под любым предлогом. Сначала было по ДФО, сейчас якобы реорганизация. Вы просто занимаетесь отъемом помещений. Мы все прекрасно об этом догадываемся. Ваши личные мнения, которые не соответствуют действительности. Смена у Павловича вовлечет смену экологического состава. Можно я вам прошу? Простите, что я снова вылезаю, я вовлечу. Дело в том, что о дюте в год 60-летия вспомнила семья Сергея Павловича Королева, за что им огромная благодарность. И семья Сергея Павловича Королева согласилась дать имя нашего легендарного мировой величины, планетарной величины Сергея Павловича именно Дом юных техников. Поддержали космонавтов, поддержал Центр управления полетом инструктора по подготовке бортовых систем на МКС, инженерных спасаний и так далее. Оказалось, что родители не могли добиться присвоения звания, потому что им открыто сказали, что у вас ничего не получится. И вот сейчас семья, которая знает весь мир... А кто сказал родителям? А родители что? Я не знаю, мы не говорили, но поэтому мы начали действовать. У нас есть официальное письмо, подписанное внуком Сергея Павловича, как представители семьи, согласен даже Сергеевны Королеву. У нас есть это официальное письмо. И вот сейчас мне стыдно перед семьей, потому что теперь имя Сергея Павловича в городе Королеве давать нечему, потому что дюд уничтожается. Баронштейн сказал, что техническая направленность не может быть слита, творческая, и она не будет слита. Я считаю, что все дело в том, что дюд единственное учреждение, которое отказался переходить на платное образование, то есть на сертификатное. В этом единственная причина. Я была на том собрании и лично слышала, как Ваченко называла нас быдлом. Это было ужасно. И потом в комментариях писали, а мы, уважаемые, не быдлом. Я лично слышала, как сказали, какое судостроение, если можно писать и надеть кораблики, и набрать частей. Вот это отношение к дюдам. Вот это уже больше похоже на промокадку. Я буду давать сумму. Нормальные деньги. Я не планирую. А скажи, чем важно? Правда, с вами, уважаемые родители, я вас всех благодарю. Значит, вопросы ваши, ну только конструктивные вопросы, с точки зрения собрания к школе. Вы можете зафиксировать у Ольги Анатольевны. По поводу неприсоединения дюта ни к чему. У нас вопрос. Это не ваши учреждения. И какие нам шаги? У нас есть. Я говорю, это не личное учреждение родителей. Это не личное учреждение. Ольги Анатольевны Анатольевны Ольги Анатольевны. У кого они не вправились, у нас есть учреждения. И не вырешаете. У нас есть протокол собрания, потому что Илья Анатольевна просила, и сегодня его предоставьте. Я обещала, так вы понимаете. Мы его сделаем не сегодня. Мы его из-за чего? Потому что мы едем еще на решение. Так, скажите, пожалуйста, а как вы мне его передадите? Конечно. Мы можем не передать Елене Олеговне напрямую. А кто это Елена Олеговна, простите. Елене Олеговне напрямую. А, вы что не говорите? Я просто поучку не знаю. Я могу сказать, что вы ищете ей передать Елене Олеговне. Да, конечно. Елена Олеговна, заявление о день в день и приглашении родителей. Елена Валерьевна, может, один вопрос? А это было связано с обращением? Нет, 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 я просто тоже передам. Вашим получает обращение. Поэтому мы хотели, чтобы родители все в рабочее время решили. Мы даже решили, что мы решили, что мы должны были услышать о том, что все кружки сохраняются, в том числе и внешние совместители. А что мне делать семьей, кому теперь присваивать имя? Это такой позор. Вы лично скажете Наталье Семьевне, простите. Я сегодня переговорю с Андреем Вадимовичем, потому что я с ним разговаривала. И он сказал, что это была ваша инициатива, которую он поддержал. Давайте прямо сейчас. Все, всем спасибо. Я вас очень прошу. Прошу, всем вопросом. Когда вам можно позвонить насчет все-таки, извините меня, просто я должна переговорить. Я не всегда знаю какого-нибудь? Да. Я просто первая понедельник. Недельник. Можно ли послушать мнение наших уважаемых педагогов? Вы что думаете по этому поводу? Скажите нам. Мы думаем, что объединение приведет к развалу Дома юно-техники. Да что, а дирекция? Да. В Москве. Все? Все сказали? Да. Все сказали. Нет. Дело в том, что был задан на встречу конкретный вопрос, где-то останется или нет. Нам, я, ну, без намеков сказать, что нет. Дьюти не будет. Будет центр творческой, как вам его называют. В машине я говорю. Будет армию. А вообще я вам сегодня прямо сказал. По той причине, что им нужны, им нужно показать нужны. Вот. Дьюти мало, да. У нас мало технического творчества. Это надо признать. Потому что развивать его непросто. Но это разговор отдельной темы, так скажем. Тема отдельного разговора. Вот. А им нужны показатели. В Дьюти надо показатели поднять как минимум до 50%. При слиянии с центром показатель падает, но в центре можно иметь 20%. Потому что там хоровые, танцевальные. Там же... Да. Там же... А давайте еще маленькую предысторию. Во-первых, Ольга Анатольевна заставили в одно время, когда был технический, все-таки больше технических, там больше 30% было технического направления. ее заставили, выживали дополнительное образование. Давайте мы введем и рисование, там и прочие такие вот смежные направления, не имеющие ничего в техническом направлении. Да. А вот ее сначала заставили сделать эти кружки, а потом говорят, что вы знаете, а у вас вот техническое только 30%, оно не нужно, давайте закрутим. Техническое, оно же связано с затратами, допустим, на тот же хор, ну, купили пианино, да, один раз. И, в принципе, этого достаточно, да? Его можно использовать 10 лет. Для нас, допустим, для моделистов, для судмоделистов, у нас расход этих двигателей, расход древесины идет такой, что лесополам практически получается. Ну, потому что, когда учишь ребенка управлять, да строить учишь, там, половина уходит в мусорное ведро. А когда ты научишь его еще управлять модельми, там, запускать их, допустим, свободно летающие, управлять гордовыми радиомоделями, то там каждый взлет иногда кончается крашем. Да я добавлю другое. Простейшая модель, схематическая модель, стоимость ее постройки 4000 рублей. Это вы родители платите. А мне на голосование ни копейки, наверное, не дают? Нет, ни копейки. Им только отчет, они, когда ко мне заходят, так и у вас здесь. Вот им отчет нужен по детям. А что в соревнованиях, какие соревнования вы играли? Спросят, а из чего вы вообще все это делаете? Вот то, что висит у нас. Да, а с соревнованиями дипломами дали приводить? Да, обязательно. Причем еще, ладно, есть еще же, это вот кухня наша уже такая, есть там стартовые, базовые, но вы, наверное, тоже продвинутые родители знаете, да, эти уровни стартовые, базовые, там, еще там какой-то продвинутый. Вот этот третий просто нам нереален, потому что там должны дети переходить, значит, 60% с прошлого года, вот с того, с базовой, да, да, еще плюс при этом занять с первого по шестой, по-моему, места, что их физически нет столько медалей, чтобы перевести этих детей, их физически нет. Вот у меня, например, в противоспорте их точно нет. У них тоже, то есть в любом, в любом техническом спорте их просто нет. В этом просто забывает тот перевод, есть это и понятие вообще просто чудо, сохранность контингента, это вообще просто, слава богу, здесь у нас дюйти на это как-то вот спокойно относятся и все такое, потому что люди понимают, понимают, понимают и все такое. В других местах, я вот точно говорю, например, домогедовский дюйт практически не закончился, именно из-за того, они говорят, а вот у нас по этому вот там методическим рекомендациям сохранность контингента с базового первого года на второй должна быть 60%. А дети просто взяли и разъехали, физически тоже взяли и уехали, закрыли кружок, все, радиостанция под угрозой, на всю область у нас шесть радиостанций, шесть всего на всю область. В Москве еще полторы, так терпится, одна вот в Истоке есть еще и одна такая в полудохном состоянии, где как раз я тогда преподавал. Все, больше этого нет ничего, минус одна еще пошла теперь. Я вам скажу, что с одной стороны руководство, которое присутствовало, их можно понять. На них спускают сверху то, что вы должны сделать, и они выполняют распоряжение. Несколько раз сказали, что мы их прекрасно понимаем, теперь они что хотят от нас? Что же они просто поставили в известность? Они поставили в известность. Они, кстати, вам они не сказали, что люди. Ну так, в разговоре это подразумевалось, что люди, но люди как-то такового не будут. Он не рентабельный. А что мы можем сделать, например? Написать письмо о том, что это исключительно специфические игрушки? Я цену карта. Только фантастику обеспечить нам платные игрушки. Но вы их не потянете. Ну да, я не закончил про затраты. Очень интересное сейчас направление 3D-моделирования. Работа на компьютере с 3D-принтерами, с чиплом станками фрезерными, лазерная резка. Интересно. Но антуриум это больно, и это стоит оборудование. Квантуриум это университет. Сейчас не аквантуриум. Потому что самый простой станок, он стоит порядка 70-100 тысяч фрезерных. А не на деньги. А открывается такой кружок, это финансирование идет? Это из бюджета? Они не откроют. Понятно. Потому что это типа не литая. Нет, они не откроют. И на это с денег. Еще хилей. Компьютеры плюс еще. Там вообще бывает до чего. Что вы мне рассказываете? Какие 90 тысяч? Вот, открывает страничку, 21 тысяча стоит. Ну и все, ребят. Ну что с этим человеком можно тогда и говорить? Это конструктор деревянный. 21 тысяча. Да. Ну что тогда с этим человеком можно говорить? О чем мы говорим? Простите, пожалуйста, а вот вы пишете для кого-то или в частном порядке? Я пишу, потом если кому-то нужна будет запись, могу скинуть. Я тоже скину. Я хочу попросить уважаемых педагогов буквально вот по абзацу записать, почему ваш кружок, что вы слышали для Елены Серовой. Она сказала, что я не могу аргументировать наверху, потому что нет бумаг. У нее действительно нет бумаг и нет постановления о слиянии оттуда с орбиты. Это будет в тихушку в течение месяца. Нас об этом в известность не поставят, мы не успеем ничего сделать. Она просит, я сама в этом не разбираюсь. Буквально карантинечко, просто чтобы я поняла, что у нас единственный радиокружок всего на протяжении. Радиокружок полива, а мы золировали. У нас золото-долото будет. Да, сейчас подниму. И главное, что нам открыто, вам же открыто сказали, да, я правильно поняла, что дюта не будет? Я совместитель, я сегодня в 12 не смог присутствовать. Когда был разговор с преподавателями. То есть вы можете прям вот, можно будет воспользоваться на вашей камере, да? Я выложу сегодня на ютуб. А Серова это кто? Елена Серова, она же женщина-космонавта. Она вчера два раза мне сама звонила, говорила, что происходит. Знаете, у нас тоже опыт был у знакомых, да, то есть дети не могут уехать в Артек, потому что они, ну, как бы уже, то есть у них были путевки, и как раз они попали на карантин, и то есть теперь именно Московская область не может выехать. И вот им, как бы, помогает сейчас Оксана Пушкина. Она по защите прав ребенка именно. Может быть, ей еще стоит обратиться, письмо какое-то написать. Да, на самом деле всем, кому надо. И она уже потом спускает ниже, то есть руководство Московской области, то есть я считаю, что нужно и так попробовать тоже. Ну, я думаю, да, но я так поняла, что она сейчас. Она депутат. Депутат по защите права ребенка. То есть здесь, ну, явно ущемление тоже идет. Вот именно единственная техническая направленность. Вот у нас девочки старшие, они танцуют, да, мы были и в Артеке, видите, там и везде, да, но я с этой стороны знаю. Сейчас младший у нас сын. И вот это единственное место уникальное, техническое. Больше, больше места. Каких мест. Почему именно его должны реорганизовать? Они не под с этой стороны. Это документы, там нечем крыть. Единственное, чем мы можем крыть, сейчас, как она, она сказала, то, что вы слышали своими ушами, видели своими глазами. Если, уважаемые, когда они слышали своими ушами, что тут-то не будет, я прошу их это сказать на камеру. Да. Потому что это, ну, то, что они действительно... Вот это я вам смогу добавить, в чем мы неэффективны. Неэффективны. Значит, у нас самый низкий фонд зарплаты из всего города. То есть наши педагоги получают очень маленькую зарплату. И так как у нас нет возможности иметь платные услуги в таких количествах, которые нам позволят обеспечить этот заработок порядка 60 тысяч и так далее, значит, мы все время подводим город в том плане, что вот работа идет, да, работа. Это вот зарплата такая вот маленькая, что где-то надо отчитаться, а условно говоря, мы вот эти все показатели тянем. Не, на смысле, не даем. Значит, сегодня нам не сказали, что, например, там у нас малое количество грамот или победителей и так далее. Вот то, что сейчас прозвучало, вот, по касающейся Сириуса, это неприятная очень вещь. Почему? Ученики, например, тот же, я вот вчера, когда, у меня первые уже разговали, естественно, вчера, значит, был разговор о том, что я, вот, ученики, которые у нас здесь занимались 6 лет, они теперь ушли в лицей, они теперь были только что на острове русские, значит, как в качестве команды. Это наши ученики, которые учились сейчас. Сегодня нам было сказано, это теперь не ваши ученики, это лицей номер 4, я говорю, так вы извините, лицей номер 4, это наши вот ребята, ну, профессиональные там, химики и так далее, я имею в виду, ну, маленькие профессиональные, пришли. Вот я вчера приводила пример, что, например, Михаил Мазин, который ученик 15-й школы, который сейчас везде звучит, что он там вот, этот мальчик ходил в дом юных терпель с 6 лет, то есть вот этот его интерес к науке и к различным видам творчества, он у нас здесь закладывался, а вот это получается какая-то достаточно странная вещь, я не знаю ее как проработать, что в дом юных техниках он откуда должен брать ребята, это ребята, это же все равно наши школьные ребята, то есть мы помогаем им, дополняем их знания, чтобы они могли на олимпиадах везде выступать. И вот это вот звучит тем, что это должно быть, вот должен быть написано, я вчера забыла сказать, что была вот космическая олимпиада в ноябре, двое учеников нашего дома юных техниках получили на космической олимпиаде третье место, на космической, вот уже международной олимпиаде, два дня назад наш Денис Терлецкий приехал из Тольятти, привез первое место по авиамодельному спорту, понимаете, это вообще, это, а, это, а, ну да, мы говорим о том, что, понимаете, вот есть какие-то специфические вещи, которые можно отработать на школе, то есть это может быть олимпиада, но я, например, сама лично много лет провела, как преподаватель физики, да, и я знаю, что, как правило, победа на олимпиадах, это связано с репетиторской деятельностью, понимаете, вот это не всегда напрямую связано, что ты ведешь уроки, и у тебя вот ребята становятся олимпиадники, потому что ты их научил, это может быть совершенно другой человек, который этого ребенка по жизни ведет. Вы сейчас на школу говорите? Тогда на школе. Я в колесе и четвертый. А потом даже в колесе приходится. 40 человек в классе, чему может это научить учитель, когда у него 45 минут урок? Конечно, это никак не может быть заслугой учителя чисто физически, да? Так что вот нам все идет, просто было сказано, мы неэффективны с точки зрения вот этого показателя финансового, да. Мы в этом плане неэффективны, вот, раз мы неэффективны, мы должны быть закреплены еще с одним учебным заведением, в котором все это выполняется, они эффективны и так далее. Я сегодня задавала вопрос, каким образом может быть решен, если, скажем так, 60 нахлебников, которые не умеют зарабатывать деньги, как их соединяют с другими, и в результате этого и те остаются в плюсе, и мы еще. Ответ был, да? Нет, ответ был, нет. А как слияние с орбитой поднимет зарплату? Да, да, то есть предполагается, что слияние с орбитой увеличит зарплату, вот этот показатель, который подается городской, он увеличит зарплату. То есть педагоги-то при своих останутся в 3 тысячах рублей. Я не знаю, нет, а это будет, я не знаю, температура по полу и уйду, эти будут 60, эти 16, скоротенье, 17 лет зарплату. Так и дети уйдут, если не будет технического, то... Нет, ну, знаете, нам действительно просто, я, по-моему, говорю, сказал очень философский тип, мы это начинали 25 лет назад, и у нас все же самые проблемы, когда было одно объединение судомоделизма, одно авиамоделизма, и вот мы 25 лет назад пришли к мэру города, и он нас поддержал, поддержал Совет депутатов с текстом таким, что это заведение должно быть для людей, которые социально, ну, как скажем, обычной социальности, и это для людей, которые будут работать на кадры нашего города, проживающие в нашем городе, это многодетные семьи, то есть это изначально должен был быть социальный объект, и вот мы все 25 лет держали это как социальный объект. Мне кажется, на это надо... Понимаете, именно, то есть мы были как социальный, мы создавались здесь как социальный объект, а коммунисты нам не сможут помочь, это же их советское? Коммунисты не могут помочь, мне кажется, мы их сейчас конфликт раздуем, нет? Это нужно Единую Россию привлекать. Вот. Вот, так что это, это, конечно, поддержка Сибири сейчас у них, это поддержка Сибири, поддержка Сибири, наш гарант раздул совершенно. И любому транспорту нужен человек, который его понесет. Не клон, он коммунист. Понимаете, тут еще есть такая вот вещь, которая может быть тоже в протоколе написать. Понимаете, вот это все заведение, оно выстраивалось как система. То есть дети, которые работают в техническом моделировании, они, например, через два года начинают работать с другими материалами, потом они выбирают авиа, потом они выбирают суда. То есть это предполагаемое в начале профильность, шести лет, что ты как бы выбираешь, что ты хочешь, да, условно. А потом, если тебя это заинтересовало, ты в 14 лет будешь понять, что ты не инженер. И тогда ты должен развернуться, идти рисовать это совершенно, ну, понятно, да. Так это еще и профориентация, наш Денис, это абсолютно на цели, что в свое время в комиссии по техническому творчеству молодежи Московского авиационного института называют реальнию профориентации. И у нас были и научные работы, которые показывали, что в таких случаях процент выхода эффективных, ну, сейчас это нехорошее слово стало, эффективных инженеров, которые реально остаются в промышленности в нашей, которые готовят в МАИ, то есть это от штатных самолетов до электроники, микроэлектроники. Вот, в процентах получался 85% из таких детей. Из всех остальных 40, все остальные, вот, 60% уходили в другие какие-то отрасли. Как сейчас, диплом есть, а работает дворником, да, поэтому у нас ни во дворах, ни ничего, и ракеты не летают. Ольга Анатольевна, и что делать? Вот, это мой вопрос. Нет, я хочу, что, я, честно говоря, просто, я как понимаю, что 25 лет назад это могли все мы начать и сделать, получив издание и землю и все. Дайте вот, вот сейчас выходит. А сейчас вот это чье? Это городское, муниципальное? Конечно, это бюджетное, муниципальное, образовательное учреждение, учредитель которого ГК, образование, вообще в принципе, это действительно... Нет, подождите, вы говорите о том, что именно они учредители, а если почитать устав города, то получается, что они как бы решают, как будто это их, да? А если почитать устав города, то единственная власть в городе – это ее жители. Все правильно. Да, и поэтому, если они принимают такие решения, что типа это не вы решаете, это заблуждение, что это не они решают. Если в самом уставе города написано на первых страницах о том, что единственная власть – это жители города Королева. А они наняты нами, эффективные менеджеры. Если мы против их решений, то мы имеем право эти решения менять. Вынести этот вопрос на обеспечение. Можно вообще? Это не их заведение, что это они открыли. Это мы их наняли, чтобы они решали какие-то вопросы. Я бы основной подсказала. Сейчас вот эту встречу нашу, вашу с нами, со мной, да? Это не я инициативировала, не инициативировала. Вы нас хотя бы за этим предупредили. Я абсолютно, я и узнала об этом сегодня в 9.15, что мы должны вот собрать. Понимаете? Да в том все основано. Быстро, быстро сделаем, чтобы никто не успевает. Четыре часа. Никто не приезжал? Почему часа? Кто пришел? Кто пришел? Тут просто, вы знаете, как вы поняли, что есть достаточно большая группа людей, заинтересованные в навыках детям дать ремесленнические навыки и инженерные. Понимаете? Потому что это абсолютная специфика. Это не олимпиадные, отбарабанить по физике, там, 100 баллов или еще что-то. Это прикладные навыки. Вот если, условно говоря, есть люди, родители, которые в этом заинтересованы, значит, это как бы вот этот вопрос нужно поднимать. То есть надо это вообще или нет? Понимаете? Потому что я вот, например, тоже когда читаю, например, там, про проекты типа «Улыбка Гагарина». Понимаете? Вот я с одной стороны, как бы вот, сами понимаете. Знаете, вот, если это Гагарин, то это конкретная деятельность, если бы. И улыбка его была связана, сами понимаете, с колоссальным трудом, с ответственностью, беднородом и так далее. То есть, и когда, знаете, вот там, что это за деятельность такая может быть в детских учреждениях. Ну вот, понимаете, вот, у нас-то конкретно человек пришел, крыло сделал, там, поплыла, поехала. Ребенок у 10 лет, он у вас ходил, там, уже 4-5 кружков разные, то есть он что-то понял, что не его, да? Вот он занимался, ушел. Там, или наоборот, курс прослушал, сказал, да, окей, мне это нравится, как бы пошел на другой курс. Вот это и то. Он ходил на проектирование, вот, как по сайтам там что-то, да, 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 это на полевом. Он сам полностью делает презентации себе и старшей сестре, которая не умеет это делать. Делает анимацию на вот эти все презентации, то, что он учился. Сейчас он ходит на радиоэлектронику и судомоделизм. Он дома починил все игрушки, которые сломались, перепаял мне все, что можно было дома. Это кто? Это Родион. А, сейчас умеет. Перепаял мне все, что можно было перепаять, да, перечинил, они домой все тащат, все кисломанные, да. Я все скажу, как перспективные. Приборы, да, потому что они их разбирают, а сюда что-то все время выпаивают, да, плата. То есть это заинтересованность технических, как бы, да, она сдается вот именно там, потому что не всегда есть возможность у родителей сидеть и несколько часов паять с ребенком. То есть у них у всех есть возможность и узнания, да. То, что он, то, что он сможет потом, да. У меня у моего младшего такое же время, то есть он сюда пришел, потом его попробовал все, осталось в электронике. А то, что он сможет заработать себе на кусок хлеба, даже просто чиня кому-то бытовые обычные приборы, ну, то есть он без хлеба-то не останется. Ну, смотрите, приказ о реорганизации подписан Воробьевым. То есть это я все посмотрела. Но решение, кого с кем смеять, принимает местная власть. Я записала, что она сказала, что были объективные причины. Мы вам их потом назовем. Она такая, мы заведем, да. Что более слабые сливаются с более сильными. Но назвать более слабым идет, мы все понимаем, что это как бы не то. Нам нужно писать эту бумагу, что мы просим вывести из формирования и предоставить его слабым стал. На основании вероятного уровня зарплаты. Ольга Анатольевна, а что нужно для наших зарплат? Ну, чтобы армейтик будет. Это что? Я думаю, что зарплаты были выше, что нужно? А если мы опять же введем по ФДО, маленькие кружки, где мало детей, они просто и самоликвидируются. Самое главное, забыл спросить, что когда остаются вот эти кружки, ну, допустим, если произошло, но этого не произойдет, слияние с орбитой, а все кружки переводятся на по ФДО. Это сертификаты, это ограничение, сертификаты 12 тысяч вам дадут, а так как судомоделизм или разиэлектроника, они больше, чем эта сумма, то есть либо мы будем доплачивать, либо они просто исчезнут. И только один, если вы танцевали и пили, не только один кружок будет выбрать.